Тверь готовится к Новому году. До него осталось чуть более месяца. На днях улицы областной столицы засияют яркими огнями. На площадях появятся ёлки и сказочные герои. На всю эту красоту выделены средства из городского бюджета. Где можно будет сделать селфи с фигурами снеговиков и Дедов Морозов Твери? И где появятся новые украшения, выяснил наш корреспондент. Все четыре района города в этом году будут радовать глаз жителей и гостей Твери яркими красками. В местах массовых гуляний традиционно появятся наряженные ели, фигуры Дедов Морозов, снегурочек, снеговиков, мишек и других любимых персонажей. Так праздничные убранства готовятся для центрального района. Традиционно здесь, на площади Ленина, будет установлена самая высокая новогодняя ель. Целых 14 метров. Ее украсят шариками и светодиодными гирляндами. А под ней появятся светящиеся фигурки оленя, медведя, а также новогодняя арка для праздничных селфи. Всего же планируется на украшения города потратить примерно 200 тысяч рублей. На 70 тысяч докупят еще пять новых 15-метровых гирлянд. Кроме того, на пересечении Радищева и Трехсвятской установят одного светодиодного медведя и трех оленей. Убранство Московского района обойдется в кругленькую сумму. 498 тысяч рублей уйдет на оплату работ по украшению. Будут установлены елка. Кроме того, планируют закупить 48 светодиодных консолей в виде елочных шаров. Недешево обойдется новогоднее настроение и в Заволжском районе. Здесь в планах обновить новогоднюю иллюминацию. Согласно данным контракта, опубликованного на госзакупках, будет приобретена 17-ярусная новогодняя елка с комплектом украшений, светодиодные консоли для фонарных столбов и другое. Сумма контракта свыше полумиллиона рублей. А на пролетарке планируют установить пять новогодних елей, закупить нового Деда Мороза, светодиодные гирлянды и еще многое другое. Цена вопроса свыше 340 тысяч рублей. А мы поинтересовались у жителей Твери, какие инсталляции запомнились им и чего хотелось бы добавить в новогодний интерьер города. Нужно украшать, конечно. Из транспорта смотришь красиво, просто светится обычно вечером. Очень красиво, настроение повышается, праздничное становится. Это придает новогоднего настроения всем жителям. Мне вспоминается, естественно, что в моем районе, я живу в пролетарке, ну и на Комсомольской площади каждый раз составляют, красиво фонтан украшают. Украшать не надо. Елочки, гирлянды, всякие фигурки. Дойдешь по городу, видно все это, это очень вдохновляет. Мне кажется, это абсолютно необязательно. Ну а как же вот новогоднее настроение? Его создают люди сами себе. И гирлянды, и елочки в каких-то общественных местах, там горсад или какая-то площадь, или пешеходная улица. И все-таки большинство опрошенных считают, что праздник должен быть. А как Новый год без главных атрибутов? Елок, шариков и гирлянд. Другие уверены, что средства, затраченные на убранство и работа по установке демонтажу, можно пустить на другие цели. Но тем не менее, деньги выделены, аукцион проведен. Значит, елкам и гирляндам быть и сиять. Новогодняя атмосфера на Тверских улицах, согласно данным контрактов, должна появиться уже в начале декабря. Продолжение следует...